Максимова А начнем мы с самой популярной певицы Донбасса, которая в выходящем в 2022-м познала таинство Рождества. Рождение новой жизни в наш мир и стала мамой. И которая, несмотря на свой крайне загруженный по понятным причинам график, все же нашла для нас пару минут. Наталья Кочура – певица из Донецка. В 2020 году стала исполнителем гимна города воинской славы Горловки. И была награждена медалью Горлова третьей степени. С началом СВО ведет активную концертную деятельность на территории Республики и Российской Федерации. Принимала участие в концерте к восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией на стадионе Лужники. В большом количестве концертов в поддержку российской армии и флота. Выступала в военных госпиталях для раненых военнослужащих. В ноябре указом Дениса Пушилина ей было присвоено звание заслуженный артист Донецкой Народной Республики. Прошу любить и жаловать. Наталья Кочура – певица Донбасса, молодая мама. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. С прошедшими вас праздниками. Вчера православное население нашей страны отмечало Рождество. А я знаю, что вы сами недавно пережили это таинство. Поделитесь впечатлениями от вашего самого главного события 2022 года. Спасибо вам за поздравления. Я тоже хочу поздравить всех с прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым. Впереди еще у нас праздники новогодние, поэтому я всем желаю замечательного, позитивного, праздничного настроения на ближайшее время. В этом году много было знаковых поездок, встреч, знакомств, концертов, гастролей. И это здорово, когда нас, жители Донецкой Народной Республики, так поддерживают, так принимают в России. Это здорово, это замечательно. Но в этом всем я хочу сказать, что действительно случилось самое главное событие в моей жизни, как человека. Я стала мамой. Мамой замечательной доченьки, Миланушки. Удивительные переплетения в жизни жителей ДНР, постоянные испытания, обстрелы, существование на грани. И в то же время именно через вашу персональную историю, свидетельство того, что жизнь продолжается, возобновляется, начинается. Все это мы видим. Что бы вы хотели пожелать жителям ДНР и вообще всем жителям России? Хочется пожелать всем слушателям, всем жителям России, всем жителям ДНР добра, света, счастья, терпения. И дай Бог, чтобы судьба наконец-то подарила нам самый долгожданный подарок – это мирное небо на нашей земле. Я хочу пожелать всем-всем верить в чудеса, в волшебство, как раз-таки новогодние праздники, загадывать желания. И я хочу, чтобы все эти желания непременно, незамедлительно, обязательно исполнялись у каждого из нас. Спасибо. С нами была Наталья Кочура, самая известная певица Донбасса, которая в конце ушедшего 2022 года примерила на себя новую роль – роль мамы. Вслед за наступившим вчера православным Рождеством еще раз поздравляем Наталью с рождением дочки и ловим под известный хит в ее исполнении «Остатки праздничных вибраций». С любовью встретится проблема трудная, Планета вертится круглая, круглая, Летись планета вдаль сквозь суматоху дней, Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звезды мчатся по кругу и шумят города, Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная, Найдешь, а вдруг она ложная, ложная, Найдешь обманную, Но в суматохе дней Нелегко, нелегко разобраться в ней. Звезды мчатся по кругу и шумят города, Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, Неповторимая, Вечная, вечная, Ее за мной ищу, Но в суматохе дней Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звезды мчатся по кругу и шумят города, Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда. Никогда, никогда, А потом не найдут никогда.